Женская еда, она, говорят, очень вкусно. Что женщины едят? Я никогда не пробовал женскую еду. А чьей хане пришла хана. Не снимать или пенок. И разбилась к чертовой бабушке. Что я другой ориентации, мне можно к женщине. Нет. Печальный женский конец. Вот в чем секрет-то весь. Друзья, я блогер. Позади меня символ современного Баку. Flame Towers. Башни огня. Три языка пламени несутся в небо, олицетворяя мощь, энергию. Мужское начало. Это современный, передовой, развитый Азербайджан. А сейчас одним прыжком мы перенесемся на несколько веков назад. Старые добрые времена. От мужского мощного начала в печальный женский конец. Прыжок. Самым величественным и самым таинственным памятником Баку является Гыз. Голосы. Девичья башня, возвращающаяся в юго-восточной части крепости и через Шехар. Старый город. Шехер. Вот я могу читать это все по телефону. Умный коптер может прилететь и вам показать эту башню. В общем, человеческий фактор здесь совершенно не нужен. Ну, единственное, надо попросить коптер улететь. Коптер, лети! Одна башня находится вот позади меня, декоративная, современная. Как и девицы, современные, декоративные, тоже находятся позади меня, сидят, готовятся к экзаменам и курят кальян. Это 21 век. Ну, а башня, которую вы видите в отражении этого стекла, она совмещает реальность, легенды, старину и современность. Было это много-много столетий назад, когда принцесса, дочка Шаха должна была выйти замуж за естественно нелюбимого человека, но очень влиятельного и богатого. Она этого не хотела, она сказала, папа, построй башню, вот когда построишь, я выйду за него замуж. Папа быстро построил башню, а замуж она не хотела все равно выходить. Она забралась наверх и прыгнула вниз в бурные волны Каспийского моря, которые действительно подходили тогда прямо к основанию башни, и разбилась к чертовой бабушке. Это трагическая легенда. Есть легенда более веселая, но совсем запутанная, что все начало тоже она поднялась на башню, когда уже понимает, что надо идти к этому, в жены, к этому неприятному богатею, и взмолилась к Всевышнему, говорит, сделай что-нибудь, я не хочу, и он превратил ее в розу. А возлюбленный, настоящий возлюбленный этой девушки, который построил, кстати, эту башню, он тоже поднял руки и сказал, я тоже к ней хочу. И тогда Всевышний превратил его в соловья. Я не знаю, что могло получиться у розы и соловья, но на всякий случай папа быстро забежал на башню и сказал, делай что-нибудь всевышний, скорее, скорее. И Всевышний превратил его в шипы на розе. Когда соловей все-таки примкнул к розе, шипы его прокололи, и он сдох. Все. Надо как-то с этой несъедобной башней перейти на что-нибудь съедобное. А, знаете что, пойдемте в Чайхану. Мне вот эти барышни, которые курили кальян, навеяли историю, про которую я что-то слышал. Что якобы в Баку есть единственная, по крайней мере в Азербайджане, а то вообще на востоке, Чайхана, куда пускают только женщин. Это совмещение древности, современности и переход от несъедобного к съедобному. Ух ты, как здесь интересно. Здравствуйте. Простите, ради бога, я слышал, что это единственная в Азербайджане, в Баку, женская Чайхана. Правильно. Да? Да, это женский клуб, женская Чайхана. И вы здесь... Единственная в своем роде. Отлично. И называется это Матильда? Матильда, да. В честь кого? Ну, мы взяли три прообраза. То есть, Матильда наша балерина, Матильда с кинофильма Леон и Матильда кошка. Понятно. Это единственная Чайхана женская, и вы единственная женщина, которая в ней бывает. Больше здесь женщин, кроме вас нет? Нет, нет, что вы. Идемте, я вам покажу. Что, тут есть женщина? Подождите, тут, тут, тут. Они нас не убьют? Нет. Ну, в смысле, мы так, мы тихо, спокойно предупредим. Вообще, конечно, мужчин к нам нельзя. Вообще, никогда не было здесь мужчин? Нет, табу, да. Ну, и как мы туда пойдем? Ну, я сейчас спрошу, попрошу. Уеду. Девочки, мы на минутку к вам. Проходите. Уже сигнализация работает. Мужики идут. Здравствуйте. Салям алейкум. Первый мужчина в истории Азербайджана пересек порог этого клуба. Я надеюсь, так. Так или нет? Да, точно. Это единственная в Баку женская чайхана. Да. То есть, сюда мужчинам нельзя заходить? Нет. Ну, мы вроде как журналисты, а журналист, он же как врач. Ему можно всюду. Потому что я бы не хотел, чтобы вы подумали, что я другой ориентации, мне можно к женщинам. Нет. Скажите, а давно это существует-то? Да. Сколько? Да. Я же 15 лет. 15 лет? Да. Я 15 лет. Ну, а что тут вы делаете? Пусть работаю. Отдыхаю. Общаюсь. Без мужской компании. А с мужиками надоело уже, да? Общаться. Отдохнуть. Мужья знают, что вы сюда ходите? Да. Сидите просто соки пьете, покуриваете, да? Кушаете тоже, да? Да. Вкусно здесь? Очень. Очень, да? Да. Черт, нельзя попробовать. Я вам попробовал бы, насколько здесь вкусно. Ну, нельзя. Женская еда, она, говорят, очень вкусно. Что женщины едят? Я никогда не пробовал женскую еду. Шаурма. А, есть женская шаурма, да? Нет, не женская, это шаурма. Угу. Ну, шаурму я пробовал, я не знал, что... Не можем сказать, что здесь только диетические блюда. Мы кушаем то же самое, что и мужчина. Пожирнее. Но не выпиваете. Мы еще здесь вечеринки проводим. Ну, какая здесь вечеринка? Пять человек здесь могут тусить, семь. Мы вот в том зале можем... Не забывать подарок. Караоке. Да? Караоке. И танцы, и все. Класс, мне нравится. Я бы стал членом клуба женской чайханы. Так, можно я к вам поближе? А то сидим как-то непонятно. Уж раз я стал членом женской чайханы, то с вами посидеть хоть в куэто веке. Расскажите, что на самом деле самое вкусное в Баку? Помимо того заведения, и какое блюдо, на ваш взгляд, самое правильное? Самое азербайджанское блюдо. Это все вкусное. Кто? Хэнкалы. Это что? Хэнкали? Да. Ну, это грузинское? Нет, не грузинское. Наш хэнкалы. А чем они отличаются? Там хлеб, лепешками тесто раскатывается. Листиками они бывают? Ну, тоже там внутри как бульон, да, такой? Нет, бульон тоже бульон. А, я знаю, в Москве у меня любимое заведение, называется Каретный двор, азербайджанский ресторан. Там подают, они это называют ленивые хэнкали, когда листья тесто и сверху мясо. Да, да. А, вот это, да? Мясо. Да, да, да. Классное. Кутабы. Кутабы будем еще кушать. Кушать до шпионата. Да. Ой, ну у вас здорово. Мне очень понравилось быть временным членом. Спасибо. Среди вас. А теперь мы пойдем в хорошее заведение. Ну, идите. Пойдем к мальчикам, где крики, ругань, где, что они там, в нарды играют? Да, играют. Алкоголь пьют? Алкоголь не всегда. Хорошо, девочки, огромное спасибо, что вы согласились с нами пообщаться. Теперь весь мир узнает, что самая правильная чайхана в Азербайджане, Матильда, где сидят такие роскошные барышни. Мы от вас уходим, передадим привет вашим мужьям и расскажем им, что вы кого угодно пускаете в женский клуб. Михаил же, можно с вами сфотографировать? Давайте. Давайте мы с вами здесь встаем. Давайте. Скажите, а вот вы сейчас сфотографируете, потом это увидит муж. У меня еще нет мужа. А, ну тогда слава богу. Спасибо большое. Ходит она в этот женский клуб, а оказывается она там с мужиками фоткает. Все, девочки, спасибо вам большое. Удачи, здоровья, и мне очень у вас нравится. И вот, наконец, мы в настоящей чайхане, где находятся практически одни мужчины, и которые приходят сюда уже много-много лет. Чайхана это называется пахлава по имени одноименного сладкого блюда из теста с орехами. А приходят они сюда потому, что самое главное в чайхане это не чай, не закуски, не тусовка, а самое в чайхане главное это чайчи. Чайчи это человек, который заваривает чай. Вот, Исмаил, сколько лет вы уже этим занимаетесь? Мне почти много лет. Вот, много лет уже занимается Исмаил заваркой чая, а также приготовление вот тех традиционных закусок, которые следуют с чаем, например, вот этих соленых орешков, да? Соленых орешков, да. Много еще пахлава. А почему это, это самовары, на чем они? Углом, углом работают. То есть настоящим углем. Углом, да. А разве самовар это всегда было в чайхане? Это не, не российское изобретение? Не все, постоянно здесь, постоянно, всегда было. Всегда была, в Азербайджане были вот эти самовары. Я могу, может, показать. Да, я хотел бы видеть, не я хотел бы видеть, а все хотели бы видеть, как настоящий чайчи заваривает чай. Исмаэл, сколько здесь видов разного чая? Здесь виды 4-5. Самый хороший ленчарный чай здесь. Фруктовый чай, зеленый чай. Ну, давайте, давайте сейчас какой-то сделаем, самый правильный чай, потому что, заварите нам. Потому что я слышал, что у Исмаэла есть какой-то секрет, который никому не показывает, когда заваривают чай, именно поэтому сюда холодно приходят, пробуют чай, он очень вкусный. Как он заваривает, не понимаю. Чего он добавляет, сколько он выдерживает, это секрет. А сейчас он вроде бы нам покажет. Так что запоминайте. Начинается вот так. Это какой? Ланчинацкий чай. Ланчинацкий чай, так. Сейчас заварим. Так много на один чайник? Чебельцом, вот один ложку. Так. Корица? Да. И гвоздика. А, это молотая гвоздика, да? Да, молотая гвоздика. Так. Заварили. Сейчас меня тут тоже заварили. И сколько он так стоит? Восемь минут. Восемь минут? Восемь минут. Я всегда думал, что чай две минуты стоит. Нет, нет. Это ланчинацкий чай долго заварится. А если какой-то зеленый чай, то он две минуты достаточно, да? Да, три-четыре минуты. Три-четыре, хорошо. Три-четыре минуты. Значит, это ланчинацкий чай с гвоздикой, корицей и чабрецом. Да, кстати, это плита горячая, он же на горячем стоит. Я все пытаюсь, секрет найти, где секрет, пока я все контролирую. Так, плита горячая, он стоит восемь минут. Это мята, обычная мята. Вот чистый мячик, это тоже чай. А это что за чай? Тоже это ланчинацкий чай. Ланчинацкий чай, черный чай. Черный чай. Два с половиной ложки больших. Но я не знаю, что это ланчинацкий чай. Это хороший чай? Да, очень хороший. Очень хороший? Вы сам попробуйте. Сейчас попробую, но мне же надо объяснить. Вот это мята. Мята. Чистее вот мята. Помните анекдот, когда умирает старый еврей, который славился тем, что его чай был самый вкусный в городе. И внуки пришли, ну скажи уже, дедушка, скажи, в чем рецепт самого вкусного чая? Не знаете это анекдот? И он умирает, сказал, евреи, кладите больше заварки. Вот сюда положено заварок, евреи бы с ума сошли. Потому что это, на мой взгляд, чайников на шесть насыпано сюда. Три столовых ложки. А у Исмаила это всего лишь на один маленький чайник. Вот в чем секрет-то весь. А в чайхане выпивают алкоголь? Нет. Нет? Нет. Алкоголь здесь нет. А вы помните, были такие, давно были советские сатирики, куплетисты Шуров и Рыкунин. Не помните? Шуров и Рыкунин куплеты пели. Я с ним просто работал грузчиком. Чай в советской чайхане выполняли на вине. А не стала в ней вина, чайхане пришла хана. Может быть. Может быть. А вы говорите, то здесь вина не подают. И хана не наступает. Брали Шуров и Рыкунин, получается. Потому что битком забито заведение, никто не пьет вино, и все пьют чай. Но только из-за того, что Измаил заваривает его. А вы знаете, что если чайчи уходит из чайханы, то большинство посетителей уходит вместе с ним. Потому что главное правильно заварить чай. Давай я скажу, пока не слышит Измаил. Он попросил не снимать то, что делает сейчас он. А это и есть секрет. Потому что что он на самом деле добавляет в этот чай, не знает никто. Он называет его так и так. И мы верим наивные. А он тихо принес какую-то коробочку, непонятно с чем, досыпал. И называет его... Как самый хороший чай называется? Линкаранский. Линкаранский называет. А что он туда насыпал, ни один человек не знает. Вот и весь секрет. Вот, чай наливаю. Попробуйте наш чай. Это какой? Я уже теперь знаю, это с мятой или другой, или который с чабрецом? Чабрецом. А вы знаете, что вот это варенье из оливок? Это только здесь делают варенье из оливок или везде можно найти? Нет, нет, только в Баку. Только в Баку делают варенье из оливок. Очень вкусное. У них есть какая-то горечь и в то же время сладкая. А это варенье из грецких орехов. А это знаменитая белая черешня. А это всякого вида пахлава. А это, и так можно говорить, до бесконечности. Я должен сказать, что, конечно, мне больше нравится чайка, она женская. Потому что там женщины. Мне женщины больше нравятся, чем мужчины. Что-то я запутался. Но я к тому говорю, что здесь мне тоже очень нравится, потому что здесь вкусно. Здесь замечательный чай. Здесь замечательная пахлава. И главное, что когда такой человек, когда такой профессионал тебе наливает вот эту заварку из секретного чайника. Естественно, хочется здесь быть и даже играть вот в добино. Причем в домино они здесь играют в четыре стороны. Я вообще это не понимаю. Не как мы одну за другой, а в четыре стороны. Очень сложная игра. Как называется, когда во все стороны играют в домино? Телефон. Телефон. Что это за игра, я не знаю. В общем, меня разрывает желание пойти обратно к женщинам, где уныло, где ничего нету. И только они сидят там, курят и выпивают какие-то соки. Или остаться здесь, в мужской компании с пахлавой. Боюсь, я выбираю вторую. Бриллиантом среди самоцветов многообразной азербайджанской кухни всегда считался и будет считаться суп пяти. А знаете почему? Потому что уже много-много столетий суп пяти готовится по одной и той же технологии. Он не подвластен времени. И сейчас мы этот бриллиант увидим в приготовлении. Все нормально. Страшная полемика идет вокруг этого, казалось бы, простого блюда. Давайте потихонечку будем готовить. Я расскажу просто ингредиенты, а дальше смотрите сами. Это баранина, мягкая часть, на себе нельзя показывать. Вот здесь, вот эта часть. Курдючный жир, горох. Как он называется? Нухут. Нухут. Пазвапожанский нухут. Нухут. А у турков это нут. Ну, из него делают это самое, хумус. Хумус, да. Каштаны, алыча и сумах. Моя любимая теперь специя, кисленькая. И шафран, это король всех специй. Всегда в глиняных горшочках. Это главное блюдо. Закладите туда. Солим. Соль. Немножко соли. Соконавты. Горох. Положили туда нут, посолили и сверху мясо. Заливаем водой. Заливаем водой и ставим на огонь, пока не закипит. Сейчас должна пенка уже здесь невообразимо жарко. Вот когда под этот купол заходишь, видите, пенка образовывается. Ее надо снять. Хотя есть школа не снимателей пенок, которые считают, что ничего страшного в пенке нет. Она дает только правильный навар супу. Я всегда снимаю. Что дальше кладем? Курдюк. На медленном огне она, естественно, варится. И его вода опускается. Когда вода опускается, мы ее добавляем немножко в воду. После курдюка мы снимаем вторую пенку, когда он немножко проварится. И, казалось бы, суп готов, можно есть. Ничего подобного. Дальше мы переставляем на маленький огонь и на маленьком огне тушим 5-6 часов. Да, только тогда суп пяти станет настоящим супом пяти. После чего, когда уже он весь истомился, истушился, мы добавляем туда каштаны, алычу и сумах. Сумах мы добавляем. Уже в готовое блюдо, да. То есть, казалось бы, простое приготовление, но на самом деле требует времени. И тогда становится настоящий пяти. Пока он томится 5-6 часов, я вам все это время расскажу одну байку. Пошли в ресторан, выйдем в зал. Заодно я же должен сказать, где мы находимся. Да. И очень жарко просто. Этот сад, эти райские кущи, где я нахожусь, где летают птицы, где сидит дохлая цапля, и я сяду, как она примерно, на жердочку, называется Шеки по одноименному району Азербайджана. Я обещал вас развлекать 5-6 часов, пока суп пяти доходит на медленном огне. Какие у меня есть байки? Не так много. Ну, во-первых, однажды в программе «Что, где, когда» был вопрос, какое национальное азербайджанское блюдо являет из себя два в одном. Я не помню, угадали они или нет, но ответ был именно суп пяти. Это и суп, и горячее второе блюдо. Одна байка. Прошло два часа, пока я это рассказывал. А вторая байка такая. Я когда-то разоблачал историю названия французского знаменитого «Бестро», кафе «Бестро», которое все всегда связывают с казаками, которые пришли после войны с Наполеоном, пришли в Париж, заходили в кабаки, в трактире кричали «быстро, быстро!» И настолько были потрясены официанты, что спустя 70 лет после того, как пришел казак, назвали ресторан «Бестро». Чушь собачья. А вот сейчас я вам расскажу правдивую историю. Когда шахи и беки, князья знать азербайджанская, приезжала в Европу, в частности, все тот же Париж, они заходили в ресторан и заказывали какие-то блюда. Когда подходил официант, они говорили «аппетит». Спрашивали, где суп петит? Что вы мне этих лягушек жареных даете? Или фуагра эту несчастную? Аппетит. Долго не понимали официанта, наконец поняли, и вот так возникло слово «аппетит». Когда желают французы, да и весь мир желают «бон аппетит», приятного аппетита, они не понимают, что они желают гостю отведать самый лучший, самый правильный азербайджанский суп петит. Эту историю я вам рассказал, а придумал ее оператор Илья Шпис. Спасибо. Есть суп, можно мне горшочек этот? Есть суп, надо следующим образом. Сначала тебе наливают бульон, ты ешь бульон, когда ты поел, это как бы у тебя первое, а потом ты из горшочка выкладываешь то, что в нем осталось, осадок. Это второе блюдо, то есть в одном горшочке у тебя весь обед, а запивать это все натуральным гранатовым соком одно здоровье и сплошное расщепление всех жиров. Да, я забыл сказать, что когда ешь суп, надо закусывать его луком шалот и, а это что? Соленый лук. Соленый лук. Похож на каштаны. Соленый лук. Ваше здоровье. Пяти, запивать я буду пяти соком. Соленый лук. Субтитры подогнал «Симон»